В течение последних нескольких недель мы ведем журналистское расследование по факту исчезновения трактора. Трактор «Универсал-2» долгие годы украшал проходной сельхозтехники одного из крупнейших предприятий Азова. Унька, так прозвали машину в простонародье, работал в селе Стефанидар в годы Великой Отечественной войны. Есть информация о том, что тракторист «Универсал-2» прятал его от немцев. В мирное время легендарный трактор выполнял функции учебного агрегата. С 70-го года трактор стал объектом культурного наследия регионального значения. В качестве памятного знака он был установлен во дворе предприятия сельхозтехника. Десять лет назад постамент опустел. Мы успешно продвигались в нашем расследовании, но нашей компетенции не всегда и не везде хватало. Нас то посылали в отдел культуры за разрешением смотреть на памятники вообще, то путали показания, то беспардонно врали. Вы увидите, на нем там выбит год выпуска, по-моему, 51-й. Скажите, а вот все-таки это памятник. Вот как быть жителям, которые хотят его увидеть? Можно сюда прийти посмотреть? Ну, вы вот свободно сюда зашли, на территорию. Да, мы зашли свободно. Также вот любой гражданин Российской Федерации и даже вот негражданин Российской Федерации свободно проникает на территорию нашего предприятия. Через центральный офис, через грузовой въезд, пожалуйста, входите, смотрите, фотографируйте, что хотите. В каком виде должно быть распоряжение от отдела культуры? Я не знаю, даже вплоть до того, пусть мне позвонят и скажут. А кто именно должен из отдела культуры? Я не знаю, есть кто-то отвечает. От отдела культуры же, наверное, за памятниками следит. Да, я понимаю, но кто именно конкретно, чтобы мы знали, кому? Начальник отдела культуры в Азове есть? Есть. Ну, пусть позвонит, скажет мне. И пройдете, посмотрите. В конце концов, мы вынуждены были обратиться к нашим телезрителям. В Азове совершен угон трактора «Универсал-2». Особые приметы. Несмотря на почтенный возраст, машина в отличном состоянии. «Универсал-2» работал во время Великой Отечественной войны и является объектом культурного наследия регионального значения. В течение 30 лет трактор находился на постаменте по адресу «Периулок Безымянный-2». В 2004 году был снят с постамента. Последний раз «Универсал-2» видели в гараже предприятие «Азов Агроремонт». Существуют документы о передаче трактора администрации Азовского района. Также к его исчезновению имеет отношение компания «Беларусь-Юг-Сервис». Однако где находится «Универсал-2» неизвестно. Как неизвестен и его балансосодержатель. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении памятного знака Азовской машиностроительной станции, сообщить по телефону 02-401-14 или в редакцию пятого телеканала 6-15-54. «И вот чудо! Есть результат! Трактор найден! Наши коллеги, как бы коллеги, журналисты, нет, не журналисты, работники СМИ, нет, не работники СМИ, ну, в общем, граждане города, невзирая на опасность, самоотверженно, под угрозой вообще увольнения с работы, поскольку хозяин их явно не одобрит такую самостоятельность, поучаствовали в этом розыске и нашли кражу. Не нашли пока преступников, но по кражу-то нашли, о местонахождении экспоната и сообщили об этом по телевизору. Итак, трактор найден. Мы бесконечно благодарны всем, кто оказывал нам содействие в поисках трактора. Я думаю, что граждане, его нашедшие и показавшие по телевизору, уже известили правоохранительные органы о местонахождении трактора и о том, что они там увидели и даже показали по телевизору. А теперь остается только надеяться, что наши правоохранительные органы оперативно разберутся, кто, как, когда и каким способом умыкнул трактор, почему он оказался у Беларусь-Юг-сервиса на его территории, тот ли это трактор вообще, и кто его тогда потерял из районной администрации, или украли, или его хотели сдать на металлолом. Что вообще происходило с этим трактором? Похоже, что как только мы начали наше расследование, и нам его сразу не показали, то руководство Беларусь-Юг-сервиса постаралось быстренько скрыть следы и выдать это за акцию благотворительности. Спешно восстановили, починили, покрасили и даже заставили ездить этот несчастный трактор. Ну, спасибо им за это, если это был акт доброй воли, а не попытка замести следы преступления. Они же обратились, это вот они же для установки на постамент, вот они, Рокопян подписывал это дело, управление сельское хозяйство должно было взять себе на учет это дело. А это здесь тракторы передавали все без меня. Когда я, ну какое я отношение, я когда, если я исполнял обязанности, я в жизни не подписывал никаких документов. Без дюка я документы не подписывал, тем более такие вонючие. Я сомневаюсь, что там моя помощь. Так что мы с радостью и удовольствием передаем флаг в руки нашим правоохранителям. Вперед, товарищи, для вас теперь всем все понятно. Трактор известно, где находится, если это он. Кто им завладел, известно. Осталось установить, каким образом и по какому праву. Он там находится последние 9 лет. А мы, в свою очередь, отмечаем многочисленные благодарности, которые получаем сейчас от наших телезрителей. Перекладываем часть их на наших коллег, граждан, которые нашли трактор и опубликовали известие о находке. И просим наших правоохранителей, администрацию района, администрацию музея, администрацию города. Все вознаграждение, которое причитается нам за участие в поисках столь ценного экспоната, передать в фонд восстановления. Ну там постамент подкрасить или подчинить. Ну, короче, чтобы уж выставить его и сделать доступным людям. Думаю, так же поступят и те герои, не побоюсь этого слова, наши как бы коллеги, которые нашли трактор. Поскольку это акт большого гражданского мужества, вопреки воле хозяина, вопреки угрозам, которые могут их преследовать со стороны людей, похитивших трактор. Людей, которые бесхозяйственно его где-то держали несколько лет, откровенно пренебрегая интересами общества. Вот они взяли, нашли и опубликовали. Здорово. Они пренебрегли и всеми нормами корпоративной этики. И, в общем, такой чисто крутой гражданский мужицкий брутальный поступок. Молодцы. Я думаю, свою часть вознаграждения они тоже передадут в фонд восстановления экспоната. И мы совместными усилиями добьемся того, что этот артефакт станет доступным нашим гражданам. В свою очередь мы, идя воодушевленные этим фактом единения граждан всех в поисках, в восстановлении исторической справедливости, в поисках этого замечательного экспоната и так далее, учредили вознаграждение в размере 30 серебряных как бы рублей и с удовольствием вручим им эти деньги нашим как бы коллегам. Редактор субтитров А.Семкин